Я всех вас приветствую на канале Prepress. В прошлом уроке я показывал, как сделать сборку этикеток в программе InDesign. Сейчас же я хочу вам показать, как сделать ту же самую сборку, но при помощи программы Preps. Это существенно экономит ваше время и, в принципе, одно из удобных решений для сборки такого плана этикеток. Что мы делаем? Во-первых, кто смотрел прошлый урок, может, ну, знает, но я повторюсь. У меня 28 этикеток. На листе у меня ложится 36. Этикеток на листе 700 на 500. Размер каждой этикетки 158 на 56 с половиной. Размер печатного поля 475 на 680. Итак, их ложится по горизонтали 3, а по вертикали 12. То есть, ну, неважно, сейчас мы это пройдем. Ну, у меня есть этикетки, которые печатаются несколько раз. Что я сделаю? В данном случае я немножко упрощу для показа вам задачу. Поэтому я знаю, что у меня первая этикетка печатается два раза. Я ее дублирую при помощи... Захожу в Document Setup, Edit Artboards и копирую с альтом в новую эту. Дальше. Восьмая этикетка, восьмой айрборд у меня печатается тоже. А, три раза. Поэтому я еще ее сделаю. То есть, у меня их... Делаю по нужному количеству моей макеты. Девятая два раза. Шифтом, чтобы она аккуратненько была. Шифт, Альт. Третья. Три раза. Альт, Шифт. И четырнадцатая два раза. Все, готово. У меня тридцать шесть... Вот у меня поэтому... Тридцать шесть арбора, тридцать шесть макета. Что я дальше делаю? Я перевожу их в кривые. Ctrl, Shift, О. Перевел. Сохраняю как PDF. Бегастраничный. Бокс, Полонт. PDF. Оставляю как есть. В параметрах я... Укажу свой... Печат... Ну, принтер, который у меня в Distillery. Acrobat PDF 1.3. Compression. None. Это у меня вектор. Если у вас картинки, то лучше выставить, конечно, JPEG. А лучше None. Оно сделает... Покропит до 300-450. Ну, и чуть-чуть вам уменьшить размеры. В данном случае оставлю None. Ну, давайте оставлю JPEG, чтобы вы не путались. Marks and Blitz мне не надо. Output не надо. Advanced не надо. Security. Все, порядок. Сохраняем. 36. Есть. Готово. Можем посмотреть, как оно у нас получилось. Размеры в инчах. Чтобы поменять preference. Units. Guids. Guides. Guids. Гайц. Задолбали. Окей. 158 на 56.5. Замечательно. И таких у нас 36 листов. Вообще чудесно. Пойдем дальше. Открываем наш PREPS. Первое, что нам надо сделать, его установить. Я думаю, вы с легкостью его установите. Если что, пишите в комментарии или на почту. Я вам попробую помочь. У меня есть ППД. Первым делом надо сделать. Это ППД моего принтера, на который я буду выводить. Windows. ППД. Бриск. В41. Win. Находим в программ. Файл. С. В86. Папочку. Кодек. Это куда он установился. Наш PREPS. Сейчас вышла версия PREPS 6.0. Но я по привычке пользуюсь 5.3. Говорят, он лучше, но я, честно говоря, не пробовал. Мне почему-то простая система намного удобнее, чем другие. Заходим в PREPS. Принтер. ППД. И копирую сюда ППД. Он просит заменить, потому что оно у меня уже есть. Готово. Перезапустили PREPS. У меня сейчас там есть уже ППД, чтобы не перезагружать. Затем мы первым делом Device Setup. Добавляем на наш принтер. В Brisk Device. В Brisk версии 4.1. PC. Назовем его Brisk. Чтобы не путаться. И на основе этого ППД файла принтера выводного мы будем делать нашу сборку. ОК. Device Configuration. Также мы можем задать сразу наш размер, который будет вводиться на этот принтер. Brisk. Так как у нас 158 умножаем на 3. Это 474. Мы добавляем Custom Size. Назовем его 3A. 474. Ширина. И высота у нас 56,5 умножаем на 12. 678. Нажимаем ОК. Выбираем наши 3A. Вот оно. Здесь я вам Half Tone Spot Shape. Это для стахастики. Я вам советую выбрать Dot. На всякий случай. Лучше выбрать Dot. Потому что когда-то печатали на стахастике метод растрирования. Получилось фейня. Поэтому я как-то исторически сложил. Использую Dot. Нажимаю ОК. ОК. Готово. Теперь нам надо сделать template. Шаблон для нашей этикетки. Если у вас этикетки повторятся. Рекомендую вам сохранить этот шаблон. Чтобы потом можно было это все заменять. То есть вы изменяете только PDF файл в Adobe Illustrator. И автоматически он вам меняется в Preps. Это открывает заново. Ну в общем. Файл. New template. Ctrl T. Назовем их наклейки. Target device. Brisk. Ой. Brisk. Bind install. Perfect bound. Я не буду сейчас останавливаться на каждом из них. Если у вас есть какая-то конкретная работа. Это для брошюр. Для презентации. Если печатается на больших форматах. Ну то есть cut and stack обрезали, подложили под низ. То есть если вам надо разложить презентацию. И на формат допустим от 3. И чтобы потом разрезали посередине. Подложили под. Ну как продолжение. Это сложно объяснить словами. Но если есть какая-то работа у вас по сборкам. Пишите не стесняйтесь. Я вам попробую. Желательно еще PDF вложить. Почту я оставлю в описании видео. Target Device Brisk. Perfect bound. Мы уберем Flat Work. Грубо говоря. Это без тех работ. Которые нужна многостраничность. Где нету левой и правой стороны. Окей. Work Style Shitwise. Shitwise это двухсторонняя. Ну для брошюр, для буклетов, для книг. Выбираем Single Sider. Это односторонняя. Размеры. Как вы уже помните у нас 474 на 668 по-моему. 678. 678. Distant from Press Sheet Edge to Punch Center. Я обычно ставлю 0. Non. Position 0. Чтобы оно мне не мешало. Так. Готово. Готово. Нажимаем ОК. Вот наша страница 474 на 678. Делаем им позицию. Сборку. Create Imposition. Указываем размер нашей этикетки. 158. 56. 5. Обратите внимание. Точка и запятая. Имеет значение. Здесь нужно запятая. Для десятичных чисел. Горизонтально у нас 3. Вертикально у нас 12. Head Face Up. Вверх. Обращена. Можно же вниз ногами. Head to Head. Это голова к голове. Верхушка к верхушке будет раскладываться. Нам надо Head to Foot. То есть идет заголовок. И потом уже. Foot. Bottom Margin. Нам не надо. Land School Fold Mark. Длина меток 6 миллиметров. Ок. Дальше. Мы берем инструмент нумерации. И нумерую. Не знаю. Может как-то это и есть автоматически. Допустим вы сбились. Да? 11. А должно быть 10. Нажимаете. На нумерацию. Enter. Current Page Number 10. И он дальше продолжает считать. 36. Порядок. Сохраняем. Я в template сохраняю себе. Сохранить. Затем мы можем убрать файл. Делаем новую job. Я лучше делаю Mixed Files Postscript. Так надежнее. Добавляем наш файл. Box Poland. Сохраняем. Ну. Растрируется. Переводит PDF наш Postscript. Смотрим. Смотрим. Готово. 156 на 56 с половиной. Нормально. Дальше мы берем Signatures. Выбираем наш то, что мы Flat Work. И вот наш наклейки. Выбираем Auto Select. У нас должна быть одна страничка. Page 1. Нажимаем ОК. Мы можем ее посмотреть. Нажимаем левые клавиши. Нажимаем правую клавишу. Порядок. Порядок. Вот эти марки можно убрать. Но не буду показывать. Дальше. Файл. Принт. Сент-то принтер. Бриск. Лучше выбирать PS файл. Колор-сепарation. Меди-проиг. Геннерал. Нон-римхоз-базит. Принт. Пункт. Сохранилось. Открываем дистиллер. Выбираем настройки дистиллера. Фабриск. Фабриск. Надо я запишу урок, как оно настроено и так далее. Сейчас я не буду останавливаться на это. Вот наш полон-принт. Запускаем его. Пускрипт файл сделался pdf. Открываем. Наша сборка готова. Возможно, я не рассказал. То есть, по большому счету, надо было сделать в Devices Setup. Device Configuration. Взять наше A. Custom Size. Edit. Добавить по 5 мм по бокам. То есть, делать 484. И сделать 688. Тогда у нас останутся поля. Проделаем эту же операцию еще раз. Полон-принт сохранить. Да. Закроем этот. Теперь видите. Чуть-чуть увеличилась область печати. Еще желательно было сделать здесь кроп-марки. Для того, чтобы их туда поместить, надо их нарисовать в EPS, а потом добавить марки. Ну, я думаю, вы разберетесь. Если не разберетесь, буду отдельное видео писать. Ну, в принципе, все. Есть вопросы, пишите. Задавайте. Подписывайтесь на канал. Буду стараться какие-нибудь интересные видео. Но это все от вас зависит. Кидайте мне идеи или проблемы свои. Так, чтобы я мог их показать на видео. Все. Всем спасибо. Пока.